Уютное мероприятие, которое и в памятной дате для нас очень значимое, но и в связи с очень значимым для нас событием. Я вас всех с праздником, с тем событием, которое мы сегодня переживаем. Ну и передаю слово. Уважаемые гости, дорогие друзья, сегодня действительно прекрасный весенний день, очень хороший праздник, международный день музея. Мы с вами собрались и по этому поводу так же. А также мы с вами сегодня поговорим об очень важном человеке для истории всего нашего города, Карли Ивановича Бистрова. Мы откроем наши сегодняшние мероприятия музыкальным подарком от наших дорогих гостей. Романс, и авторы музыки этого романса до сих пор не знают, кто был, но точно был кто-то из Абазок. Это очень известная фамилия. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Друзья мои, так замечательно играет случай. Совсем недавно, полгода тому назад, у нас была выставка в этом чудесном музее. И наша студия очень осталась довольна. И мы прекрасно выставились в нашем новом, замечательном зале. И, конечно, вот в этот день всех музеев, международный день, особенно приятно опять приехать сюда, сопоставить все ниточки, которые нас сюда привели, и рассказать вам о новом герое, который имеет место проживать в этом замечательном пространстве. А пространство – это родина чудесного художника Екипренского. И, может быть, он нас через нашу Татьяну Батьянову позвал когда-то в славный город Ямбург. И мы с радостью откликнулись. 39 портретов, которые сейчас находятся в армитаже. Конечно, я была там неоднократно. И могу вам сказать, что художник необыкновенно поразил меня. Поразил своей экспрессивностью, поразил работоспособностью. То есть это был Микеланджело своего времени. Татьяну кругом своей кистью свободной и широкой ее разрисовал художник быстроокий. Тут нет ни сельских книг, ни девственных мадонн, ни фавнов с чашами, ни полногрудных шон, ни плясок, ни охот, А все плащи, до шпаги, до лица, полные воинственные отваги. Толпою тесную художник поместил сюда начальников народных наших сил, Покрытых славой чудесного похода и вечной памятью 12-го года. Следом, кисть за кистью, его внимание поняла, почему лев находится на кредестале. Потому что этот человек был настоящий лев. Его активность просто была необыкновеннейшей. То есть это был настоящий военный начальник. Картина. Портрет генерала Мистерова. И сегодня я хочу вам представить еще одного нашего почетного гостя благодаря трудам Алины Юрьевны и помощи меценату Федорова Вадима Александровича. Давайте вы тоже аплодисменты. Алина Юрьевна, достояние нашего музея. Мы очень рады и счастливы, что наша мечта осуществилась. Алина Юрьевна, достояние нашего музея. Алина Юрьевна, достояние нашего музея. Алина Юрьевна, достояние нашего музея. Продолжение следует...